В ближайшее время информационно-коммуникационные технологии будут являться одним из основополагающих факторов развития бизнеса, управления пулом услуг, которые представляет государство своим гражданам. На самом деле, наверное, есть смысл говорить именно о том, что государство предоставляет услуги своим многоплательщикам. И без информационно-коммуникационных сервисов и технологий, наверное, это уже представить себе невозможно. Существует очень большое количество проблем. Я бы хотел остановиться, по моему мнению, на самой главной проблеме, которая, может быть, напрямую не имеет отношения к ИКТ, но, тем не менее, влияет очень сильно на развитие, на проникновение и на эффективность использования этих технологий. Это взаимоотношения IT и бизнеса внутри компаний, которые, по крайней мере, в России, не представляются достаточно правильно поставленными. В результате приводит к тому, что диалог между IT и бизнесом не налажен настолько, чтобы информационные технологии эффективно приносили бенефит этому бизнесу, а бизнес понимал, для чего эти информационные технологии нужны. Так оно уже и есть. Нравится это кому-то или не нравится. Вот остановите любого человека и попросите его вытащить из сумочки, из карманов вещи. Все увидите, что практически у каждого есть сотовый телефон. Современные сотовые телефоны умеют делать практически все уже. Можно было только представить себе такое лет 10-15 назад. Это потеря данных вследствие неправильного управления циклом отказоустойчивости и потеря данных, точнее, вследствие их воровства. Это, наверное, самые две серьезные ключевые проблемы. В ближайшее время, я думаю, что это вполне серьезная альтернатива тем моделям, которые существуют сейчас, классическим. Потому что если вернуться лет на 10 назад, те же самые технологии, которые применяются сейчас, шины или еще что-то, тоже являлись модными. Сейчас являются теми технологиями, которые применяются в данный момент. Другое дело, что потребуется какое-то определенное время на встраивание ее в те процессы и в понимание людей, чтобы быть нормальной использованием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...